Знаете ли вы, кто является самым близким другом для любителей скоростной езды? Нет, это не вторая половинка, а мотоцикл. С ним можно отвлечься от работы, обыденности, серых будней, внести в жизнь больше адреналина и, конечно же, положительных эмоций. Мотоциклу под силу довезти своего владельца из любой точки А в точку Б, но не редкий случай, когда он довозит и до беды. Стражи дорог отмечают, что в весенний-летний период времени проблема травматизма с участием водителей двухколесного транспорта обостряется. Решают проблему сотрудники госавтоинспекции комплексно с привлечением мотопатруля ГАИ. Они мобильнее и в случае неповиновения любителей скорости и острых ощущений могут с легкостью нагнать правонарушителя. В период времени с 28 июня по 7 июля на территории города Бреста и Брестской области проходят рейдовые мероприятия «Колес меньше, опасности больше». Направлено данное мероприятие на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспорта. Дело в том, что с начала текущего года с данной категории участников дорожного движения зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 13 получили травму различной степени тяжести. В 11 случаях виновниками дорожных аварий явились сами мотоциклисты. Превышение скоростного режима, необдуманные маневры, нарушение сплошных линий разметки, неиспользование защитной экипировки, а также игнорирование сигналов светофора – основные правонарушения мотоциклистов. Правда, к Артуру Апанасенко водителю с 20-летним стажем ни один из вышеперечисленных пунктов не относится. Мужчина с юных лет уверенно ездил сначала на старом отцовском мопеде, а со временем пересел на более комфортный мотоцикл. Этот уже у меня на протяжении 5 лет. Брался он специально только для путешествий, я на нем очень много путешествую. Когда была открыта Европа, ездил по Европе, сейчас больше по России. Ездили в Крым в прошлом году полностью с другом, потом в этом году в Санкт-Петербург. Ездили, вот пока вернулся в Санкт-Петербург, вот вчера ночью, как бы видно, что он залеплен. Когда управляешь за ним, ну, этим мотоциклом, то, как вам сказать, мысли освобождаются. Нет других мыслей, только вот дорога и концентрация на внимании, что безопасно доехать домой. На мотоциклах передвигается немало представительниц женского пола. Адреналийный чувство свободы во время езды присущи Наталье Перуновой. Подружилась с мотоциклом девушка недавно. Катается только первый сезон, но все правила соблюдают неукоснительно. Во-первых, не нарушать стараться, конечно. Это первое. Во-вторых, ну, еще культура вождения вся от водителей машин, как бы хотелось бы больше. Иногда где-то не уступают, иногда где-то резко поворачивают, но не понимая тот момент, что все-таки мотоцикл – это не машина, резко не затормозишь. И, ну, соблюдать все-таки правила, стараться экипировку действительно какую-то одевать, потому что это важно, на этом не стоит экономить. Ну, а так, как бы, всем удачи хотелось бы пожелать мотоциклистам в этом сезоне, чтобы меньше все-таки было ДТП, чтобы меньше происходило каких-то ситуаций нехороших на дороге. Рейдовые группы инспекторов ГАИ продолжат работу на территории всей Брестской области. Продолжение следует...